друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что друзья мои давайте с вами обсудим последние сводки с полей а у нас с вами вторая часть марлезонского балета продолжение да вторая часть первая у меня сегодня выходила кто не смотрел зайдите собственно и посмотрите но прежде чем мы с вами перейдем к этому киношедевру не побоюсь я этого слова хочу зачитать комментарий который мне только что прилетел на просторы ютуба там вы знаете сегодня хомячки уралки активизировались очень активно написывают ну в общем-то да я на них внимание не обращаю кто-то кто там усердствует особенно конечно сразу кидаю в бан я никогда не гонюсь за количество подписчиков на моем канале вот этого говна не будет да но опять же если я не вижу да конечно они могут что-то написать а если я увидела то как говорится аля улюга не гусей так вот одна написала следующий комментарий ребят я так поржала особенно может себя передразниваешь что других подразнить жаба душит 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 ну что ж хочу тебе сказать чтоб тебя тетка жаба не душила нажри себе 200 как минимум кг а еще лучше 250 как у малаешки красопета уралки и будет тебе счастье и жаба тебя душить ни в коем случае не будет ну так на секундочку опять же в общем друзья мои вы знаете меня настолько смешат вот эти вот уралкины уралкины защитники которые могут поверить в то это ж насколько надо не дружить с головой это насколько надо находиться в каком-нибудь пограничном состоянии в палате номер 6 чтобы поверить в то что может а можно кто-то может позавидовать уралки чему тому что на два шага ступить не может тому что находит с палкой и пыхтит тому что она жрет как не в себя и весит 250 килограмм а может быть тому что рядом с ней находится альфонс который ее терпеть не может который тоже выглядит в свои 36 на 60 в общем да зашибись жалко вас тетки если вы завидуете уралки могу себе представить насколько же ваша жизнь и вы сами ущербные и ущербницы самые настоящие раз вы завидуете вот такому вот фуфлу в какой хорошей жизни они живут вот мне просто интересно да ни в какой ладно далее продолжаем с вами на чем на том на чем остановились того самого момента мы с вами начинаем ой ну что сафарчик всего вот этого накупил на три тысячи рублей представляете ой да вот ну что сафарчик давай проставляйся вот знаете кто о чем а вшивая баня все разговорчики проставляйся да вот другая бы какой-нибудь а другое словечко бы сказала а это прямо проставляйся проставляйся да ну в смысле давай буханем да про ставишься и так далее видимо очень часто уралка это слово употребляла друзья мои ну так скажем из с давних времен его употребляет поэтому к нему и привыкла поэтому всегда говорит да нет бы сказать просто пойдемте поедим да я захотела есть но можно же сказать но тем более у тебя же постоянно парни хотят есть да все хотят есть и так далее кроме тебя но можно было сказать просто я проголодалась я хочу есть да тем более глядя на тебя все поймут прекрасно что ты действительно проголодалась но нет надо сказать вот так вот проставляемся проставляйся пойдем далее она говорит ну что поедем на лифте да да вы не ослышались кто-то ездит на лифте лифт уралка на лифте от слова лифт ну а уралка у нас на лифте исключительно на лифте катается уралочка ты знаешь я о чем подумала это прекрасно просто прекрасно что хотя бы грузоподъемность лифта позволяет да тебе кататься на том самом лифте лифте друзья мои я вообще просто валяюсь от этого от этой безграмотности от этого косноязычия насколько вот все таки есть то такие знаете недалекие люди которые вообще ну такое впечатление правда что она нигде не училась что она знаете жила где-то там с собаками в глухой тайге или с да или ее близкими друзьями были волки ну в общем как то так так вот слава богу есть лифт ее могут подняться на третий этаж потому что иначе она бы не поднялась бы это сто процентов далее далее значит уралочка смотрит окидывает взором торговый центр и говорит как мне нравится тут так хорошо такой водопадик и люди доходят отдыхают сегодня воскресенье ну да уралка все люди которые на неделе работают они воскресенье ясен пень отдыхает но у вас праздник каждый день а вы отдыхаете каждый божий день один ролик в день сняли разделили его на миллион частей и все и все свободен да как говорится как говорит уралка айда пошел далее далее муженек очень захотел прямо тут же нацепить штанцы в общем хотел хотел переодеться в принципе в принципе они все равно ничего не стирают тут же напяливают все на себя можно было переодеться и там в магазине но видимо об этом не подумали решили горит пойти горит в киношку и уралочка сразу сразу всех а повела в сторону понятное дело кафешки естественно и говорит пойдемте поедем потому что до киношки еще почти часть времени ну что ж вся троица отправилась никого уговаривать упрашивать не надо было все и отправились с хорошим настроением в сторону кафешки ну а далее уралочка пока собственно совершала друзья мои вот этот вот марафон да с препятствиями она увидела на большом экране батл и говорит оооо ну это тут молодежное такое молодежное все современное эх да вот здесь наша уралочка во всем разбирается это говорит все молодежное это все современное уралочка ты знаешь мы вчера от тебя такой танцевальный батл ждали 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 ну так и не дождались за исключением того что ты крутилась на скамеечке сидя попой на скамейке вместе с муженьком вы собственно в такт музыки пытались качать своими своей головой больше 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 на вас не хватило на большее да и говорит ну что заказали вьетнамскую еду прям такие довольные прям такие счастливые уселись в ожидании еды ну что как говорится еда для этих людей это святое это просто то ради чего они куда бы то ни было идут да то есть они говорят о том что идут там в киношку а ну и что нибудь приобрести но понимает уралка прекрасно что самое главное ради чего она идет это попасть куда-нибудь где-нибудь что-нибудь поесть вот точно так же как и вчера вроде как пошли на день города да могли бы что-нибудь интересное показать что относится к городу да какие-то интересные достопримечательности но если уж вы так в принципе да собирались на день города Могли бы что-нибудь интересное о городе Екатеринбурге рассказать, какой-нибудь просто, что-нибудь, что-нибудь интересное для зрителей, которые, допустим, не имеют никакого отношения к Екатеринбургу, к Свердловской области, но нет, друзья мои, на больше их не хватило, они побежали сразу в Хаттабыча, да, Уралка с палкой, с палкой. Знаете, я согласна с моей зрительницей, которая написала прикол по поводу того, что, говорит, мне это напомнило приключения итальянцев в России, как там, значит, вот на этой, да, инвалидной коляске, а там же вот Уралка бежала с этой палкой прямо впереди планеты всей, за жрачкой, друзья мои, бежала, забыла про больные ноги, про все на свете, прям неслась, знаете, как горная молодая лань. Ладно, это я и польстила, конечно, очень сильно, ну и ладно, далее, не успели усесться поесть, вот, казалось бы, пришли поесть, и даже здесь надо все обосрать и все засрать, и говорит, ой, вот мы только сели за стол, а сафарчик тут же, уже в комментариях, да, всех блокирует, блокирует, представляете? Да, да, представляете, всех блокирует, а я вот, знаете, вот все время удивляюсь, я вот не представляю, прийти куда-нибудь в кафе, да, прийти куда-нибудь с семьей, неважно с кем, в каком составе, в полном, в неполном составе, да, прийти самой или прийти там с кем-нибудь из друзей, допустим, просто там пообедать, да, я не говорю там про какие-то ночные и вечерние вылазки там, да, в ночной, в ночной клуб и так далее. Да, уралочка, представляешь, мы еще ходим по ночным клубам, в отличие от себя, да, так вот, я не представляю, чтобы вот я уселась в телефон и начала бы сидеть и штудировать, так, что же там пишут, что же там пишут у меня там, что же там пишут, вот это зачем постоянно делать акцент на том, да, ну, ладно бы вы были бы где-то, да, или там в машине бы сидели, от нефиг делать, ты бы там что-то посмотрела, но здесь вы пришли поесть, сядьте, пожрите уже в конце концов нормально, хотя бы раз в жизни. Нет, надо обязательно всех, вот по всем пройтись, вот это все, да, вот это, вот он там сидит в комментариях, господи, ну, больше нечем заняться, поэтому он у тебя и сидит в комментариях, каждый раз сидит в комментариях, причем, наверное, в моих комментариях, скорее всего, из левых аккаунтов бегает совершать некие друзья мои диверсии, ну, реально смешно. Он всех блокирует, ну, мы все-всех блокируем, да, абсолютно, от слова совсем, все-всех блокируем, каждый блогер кого-то блокирует, кого-то удаляет, кого-то там еще откуда-то, да, удаляет и так далее из своих социальных сетей по той или иной причине, да, или там настраивает какие-то программы, допустим, которые есть где-то, да, что там, допустим, если человек там не пишет там неделю или две там в том же, в том же телеграм-канале, что его тогда уже просто идет блокировка и так далее, да, то есть это все абсолютно нормально, Особенно, знаете, когда мне начинают писать по поводу того, что а вот нас там где-то в телеге заблокировали, вы меня извините, у меня в телеграм-канале вообще-то частная группа. Не публичная, а частная. Это моя группа. И если человек там не пишет, а просто приходит туда тупо почитать, то мне такой там человек сто лет не нужен. Вот идите в открытые сети на ютуб, на дзен-канал, вот там и пишите и так далее и тому подобное. А в телеграм-канале это вообще моя частная группа, которая закрыта. И если там сидит человек, и я его не вижу в комментариях, то, соответственно, я могу спокойно решать и делать. Значит, если он там не пишет, значит, ему там вообще нечего делать. Это мое мнение. Так вот, да, далее, друзья мои, далее пришли они в киношку. Вот это мне нравится вообще. Вы знаете, мне хочется спросить, до них прогресс когда-нибудь дойдет? Я говорю, мы уже лет 13 ходим в кинотеатр и ходим именно в залы с диванами. И в Питере мы когда жили, ходили всегда в эти залы с диванами. Когда ты приходишь, там либо двухместный диван, либо трехместный диван. Мы, как правило, себе берем, потому что идем втроем. И садимся, ну, в зависимости от фильма. Где-то фильмы такие, которые там 16 плюс или 18 плюс, понятное дело, мы идем вдвоем. Это даже не обсуждается. Так вот, мы всегда вот уже последние лет 13-14, да, ну 13 точно, мы ходим в залы с диванами. Ребят, это так удобно, да, ты там развалился. Диван большой, вместительный, даже вот этот двухместный. Так классно, прям так здорово. Хочешь, как угодно, да, ты там на него забрался, тебе удобно, ты развалился, смотришь, потому что иногда фильмы бывают, там, допустим, по два с половиной часа, да. Вот, все равно, как ни крути, устанешь. Эти же постоянно бегают, такие жадные, господи, ну понятно. Зал с диванами стоит, конечно же, дороже, подороже, да, ну, разница небольшая, но подороже. Настолько прям такие жмоты ходят постоянно, ну, блин, ну, неужели вам не пойти в нормальный зал? Вот она бы села себе спокойно, да, села бы и сидела бы там, как королева. Нет, сидит на этом стуле, сидит и говорит, ой, я влезла, они-то думали, что попа моя, полупопа не влезет. Ну да, друзья мои, мне просто хотелось бы посмотреть на эту картину маслом, как она, представляете, для нее вот это вот там, она завалилась, там развалилась, знаете, еще чуть-чуть, и мне кажется, она вот так вот перевалится, перевалит все эти сиденья и просто будет валяться, как пупс, знаете, головой вниз, вверх ногами. Вот, чего так мучиться? Объясните мне, пожалуйста, у нее задница туда не влезает, это понятно. Ей там неудобно, некомфортно, а это надо отсидеть как минимум полтора часа, практически два часа, да. Чего мучиться, я не понимаю. Неужели такой бедой, блин, вам не сброситься, да, и побольше не заплатить и не прийти в комфортные условия? Ну, опять же, вспоминая их отдых в кабардинке, я прекрасно понимаю, что это люди, которые за копейку удушатся. Вот пойти пожрать где-нибудь это святое, а, знаете, оплатить себе какой-то отдых, да, в комфорте, нет, это точно не про них. Этому я их научила, да, и мои зрители тоже этому их научили, а до этого вообще. Далее, далее я смотрю, она ведет себя как клоун Петя, смеется, прикалывается, типа вот над своим весом, да, а вот эта пара, папаня с сыночком, сидят и прям в открытую, ребят, вот в этом зале, да, ну, там было как бы темно, да, но вот было видно, насколько они прямо ржут над ней, они прямо ржут над ней по полной программе. А она сидит, она даже не понимает, насколько глупо и нелепо выглядит, да, она в своей 54, а учитывая, что она выглядит не на 54, а лет на 75, она выглядит просто очень глупо. Уралка, ты знаешь, со стороны, вот на самом деле, когда над тобой смеется 36-летний один, а второй, сколько уж там ему лет, не знаю, но скажу, ладно, 12 лет, да, как, по крайней мере, вы говорите, это, конечно, выглядит со стороны ужасно. Далее вышли они, значит, с киношки, и она говорит, Кусясь, Кусясь, такой фильм был неинтересный, мы не знали, что такой неинтересный фильм. Вы знаете, вот мне всегда хочется сказать, вы вот, да, нормальный человек идет в кино и, по крайней мере, посмотрит хотя бы как минимум, да, почитает что-нибудь, рецензию на фильм, все на свете, посмотрит какие-то отзывы и так далее, чтобы знать, куда он идет, но это нормальный фильм, да, чтобы не идти на бум святых, да. Ну, опять же, опять же, друзья мои, да, вот были такие моменты, когда мы, допустим, ночью в Питере ходили в эти, как говорится, да, в кино, уже там на самые последние сеансы, не помню, сколько это было, то ли 12 ночи, то ли час ночи, приезжали там на машине и шли, значит, тоже вот с мужем, как раз-таки, когда еще там не были женаты, ну, то есть только начали там жить вместе и так далее. И мы с ним, помню, один из фильмов был, по-моему, Линкольн, что-то там такое про вампиров, короче, прикольный был фильм, не помню сейчас, как точно он дословно называется. Мы пришли, там была только вот наша пара, еще какая-то одна пара, ну, потому что фильм был очень поздно, то ли в 12 ночи он начинался, то ли Охотник за вампирами, по-моему, как-то так прикольно. И такой, ой, господи, там вообще прямо еще в 3D, знаете, там прямо вот эти спецэффекты были, тоже было прикольно. Так вот, и мы смотрели, так было здорово, так было круто, конечно. И в зале вот было всего, наверное, нас две пары на этот последний, да, сеанс. Было, конечно, здорово, но на тот момент мы пришли, посмотрели, что идет в это время. Выбора было немного, да, потому что это был уже последний сеанс, но мы выбрали то, что нам было интересно. Вот эти ужастики всякие я тоже люблю и детективы обожаю и так далее. Ну, и муж, который еще тогда не был моим мужем, да, он говорит, да, да, говорит, Галина, пойдем, говорит, конечно. Вот, и, собственно, так. Но когда вы идете и изначально вы собирались идти в кино, а они изначально же еще до этого говорили, что они пойдут в кино, ну, можно было хотя бы что-то выбрать, да. А если нет ничего стоящего, то какой смысл тогда вообще переться в киношку? Вот мы иногда можем приехать, допустим, да, если мы там не посмотрели афишу заранее, да, мы просто приехали в торговый центр, бац, зашли туда наверх, заглянули, посмотрели, так, ничего интересного, все, возвращаемся, да, и там едем куда-нибудь там в другое место и так далее. Ну, смысл какой, да, смотреть то, что неинтересно. И вот она вот рассказывает, вот было так неинтересно, было так неинтересно, а почитать заранее, узнать заранее, нет, нет, даже мозгов на это не хватило. Дальше, друзья мои, давайте пройдемся с вами по некоторым комментариям. Кто-то пишет, вы не просто большая, вы уже огромная, остановитесь. А ведь действительно так оно и есть. Но останавливаться она и не собирается. Кто-то написал, Сафар, ты такой старый, стал толстый, живешь без души, без любви. Нельзя так поклоняться золотому тельцу, гробишь себя и свою жизнь. Ну, что ж, он выбрал это, да, променял свою, так скажем, а-ля молодость, если это можно так назвать, учитывая, что он в 36 выглядит на 55 как минимум, да, променял это на финансовые, на какие-то, да, блага, друзья мои, в общем-то, теперь терпит все это дело, ну, что ж, как говорится, не захотел работать, как все его сверстники, как все люди, да, и жить с любимой женщиной. Ну, собственно, вот, пожалуйста, получай, как говорится, по полной программе. Ну, а кто-то написал, значит, вот, Сафар, ты такой старый, стал и толстый. Кстати, я хочу сказать, что он всегда выглядел значительно старше своего возраста. За последние два года он очень стал плохо выглядеть, очень-очень-очень плохо, и она за последние два года тоже очень сильно сдала. Кто-то пишет, сытый в тепле, сын рядом, все есть, а для души сбегать на сторону можно. Получишь эстетическое удовольствие от красивого тела. Я валяюсь, друзья мои, да, бегает он для души на сторону, да, получить эстетическое удовольствие. Хочется сказать, кто-то такая красотка, которая, друзья мои, захочет, захочет, захочет иметь рядом с собой вот такого вот товарища, да. Ну, хотя, опять же, опять же, если смотреть на уралкиных обожательниц, хомячик, то они просто, знаете, полюбляют Сафарчика, очень его любят. И всю жизнь мечтали о таком, потому что рядом с ними никогда никого не было. Мужчин они видели только исключительно в учебниках по анатомии. А с другой стороны, друзья мои, а все может быть, а может быть, и бегает действительно куда-нибудь на сторону, да. Может быть, и с кем-то там какие-то, знаете, пуляет, как говорится, моменты. Понятия не имею, когда действительно нет любви в отношениях, нет никакой страсти, нет вообще ничего. Одно желание, когда они собираются вместе, это просто тупо пожрать. Ну, тогда извините, да. Ну, и тут же, тут же принеслись уралкины хомячки, которые добросились. Да, эту, значит, которая посмела написать, что вот бегает, бегает, значит, к любовнице на сторону, там, да, или еще к кому-то непонятно, непонятно. Об этом история умалчивает. И написали, свечку держала. А может, о нем мечтаешь? Господи, вот не хочется сказать этим придурочным. Вы придурочные. То есть теперь, если ты негативно отзываешься о человеке, о его каких-то там, да, умственных способностях, ну, негативно в смысле, если ты его трезво оцениваешь, да, если ты трезво оцениваешь его внешние данные, значит, ты обязательно его хочешь и о нем мечтаешь. То есть получается, согласно логике уральских хомяков, то есть смотрите, если мы говорим с вами, допустим, я люблю true crime, да, контент, я смотрю вот эти каналы, а там как раз-таки всякие разные истории, которые основаны на реальных событиях, убийства и так далее и тому подобное. И там, значит, вот эти вот всякие там маньяки, убийцы и так далее. То есть если, да, если, значит, я говорю в негативном ключе или кто-то другой говорит в негативном ключе про убийцу, это значит, мы его хотим и мы о нем мечтаем. Мне хочется спросить, обратиться к уральским хомячикам. Вы чокнутые? У вас вообще в башке что-то есть, помимо того, что завидуете, думеранг прилетит? У вас вообще в вашей тупорылой башке хоть что-то есть, хоть какая-то вообще извилина там осталась или там просто тупо насрано? Вот мне просто интересно. Или у вас вообще ничего нет? Я так понимаю, там вообще ничего нет, даже близко и конь, как говорится, не валялся. Запомните раз и навсегда. Если человеку что-то не нравится, и если мы смотрим на глупого человека и говорим, что он глупый, это не значит, что мы ему завидуем, что он не в состоянии связать два слова. Это значит, что мы трезво оцениваем ситуацию. Если мы смотрим на страшного, неинтересного мужика, который вечно выходит заросший, вечно недовольный, это не значит, что мы его хотим. Боже упаси! Знаете, столько многим не выпить. Не все же такие, которых никто не хотел, которые были не ликвидом. Их подбирать могут только какие-нибудь без документов, без всего. То есть, ну, как-то с головой-то уже начинаете дружить, как-то уже все-таки приходите в себя уже. Ну, уже, правда, смешно. Я даже уже специально привела в пример вот этих вот убийц, да? То есть, если о них люди говорят плохо, это значит, они о них мечтают, представляете, да? И хотят их еще, наверное. И завидуют им, наверное, да. Ну, трындец, ребята. Моразм крепчал, деревья гнулись. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Продолжение следует. Пишите, что думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok